Милана Пак учится в девятом классе, однако уже сейчас хорошо знает, какому делу хочет посвятить свою жизнь. Ее глаза загораются при мысли о работе в сфере криминалистики, ведь она мечтает расследовать преступления. И как оказалось, неспроста. Потому что, когда я смотрю фотографии своего братья, он у меня бывший офицер, точнее, бывших офицеров не бывает, то у меня испытывает гордость, и мне тоже хочется помогать людям, и чтобы мною гордились. Безусловно, Милане, так же, как и ее сверстникам, было очень интересно увидеть, как выглядят различные виды оружия, медали и награды. Услышать реальные истории, связанные с экспонатами, и даже увидеть форму генерала милиции, который находится сейчас в отставке. В музее уже более 30 лет хранятся предметы, переданные на хранение от сотрудников МВД, которые участвовали в боевых действиях в Чечне, Афганистане и во время Великой Отечественной войны. Это память. Память. И очень хотелось бы, чтобы молодое поколение помнило о наших ветеранах и знало, за что они сражались. В рамках экскурсии ребята ознакомились также и с мемориальным комплексом, посвященным участникам Великой Отечественной войны. На памятной стеле с золотом выбиты имена смелых и отважных жителей нашего района, людей, которые после победы связали свою жизнь со службой в органах МВД. Об этом и о том, кто такие полицейские, в целом ребятам рассказали представители общественного совета при межмуниципальном управлении МВД России Люберецкое. Именно благодаря таким постоянным тематическим экскурсиям наша молодежь может познать для себя намного больше интересного и важного, чем нежели ориентироваться на какие-то подаваемые, каждодневно через экраны, к сожалению, не всегда корректные видения относительно того, как работают данные институты. Познакомиться с профессией органов внутренних дел России смогут и другие учащиеся нашего района. Теперь сотрудники полиции будут сами посещать образовательные учреждения. Анна Троян, Никита Скраган, Люберецкое районное телевидение.